Приветствую вас! И, конечно же, проблема ваша заключается в том, что молодой человек не дает вам то, что нужно, то, чего вы хотите, то, чем вы не ждаете. Молодой человек, он живет так, как удобно ему. И он живет так, как это отвечает его интересам. То есть, вы изначально начали встречаться с ним, не дожидаясь его развода. Изначально вы принимали факт наличия ребенка от другой женщины у мужчины. Изначально вы принимали и тот факт, что мужчина много времени проводит со своей семьей. И какое-то время вы с этим мирились. Мирились до тех пор, как... я вот понял. Мирились до тех пор, как, ну вот, мы должны приезжать. То есть, у вас, по сути, изначально складывались такие отношения, что вы своего мужчину делили. А делили с другой женщиной. И да, конечно, вы надеялись на то, что он изменится. Вы надеялись на то, что со временем этот дележ прекратится. И вот это главная ваша ошибка, потому что надеясь на то, что в будущем что-то изменится в стране молодого человека, вы тем самым даете ему понять, что вы принимаете его, принимаете его по лицу. Да, может быть, вы делаете это не совсем плохо. Да, может быть, вы, конечно, негативно воспринимаете то, что он делает. Но все равно его позицию вы принимаете. И мужчина понимает, что вполне допустимо для вас. И, значит, это для него быть с вами, с вами. И одновременно быть еще и вместе с той другой женщиной. Да, ради ребенка. Да, вроде бы как ради комфорта их, то есть ребенка и его мать. Но при этом ваши чувства, вот именно ваши чувства, они ставятся не на первое место. То есть понятно, что у мужчин есть какая-то ответственность перед своим ребенком. Но эта ответственность, особенно если люди разводятся, если люди расходятся, эта ответственность, она осуществляется ровно настолько, насколько, ну, необходима. А ваш мужчина явно делает больше, чем необходимо. Так вот, именно по той причине, что мужчина ваш делает то, что больше, чем необходимо, именно по этой вот причине, по этому факту можно говорить о том, чтобы какой-то причине вы для него не столь важны, как, например, важен для него ребенок. И да, конечно, нельзя сопоставлять вас и ребенка в глазах мужчины. Нельзя сопоставлять его выбирать либо вас, либо ребенка. Такой выбор, конечно, не оправдан. Но вы явно испытываете чувство неудовлетворения и чувство принижения себя. А это не страшно. Тамара, это очень плохо, потому что тем самым вы меньше цените себя, тем самым вы приступаете через свою гордость, наступаете на нее, принижаете свое самолюбие, свою самооценку и так далее. И от этого мужчина, он еще больше стимулируется на то, чтобы вас, ну не то, чтобы меньше уважать, а чтобы меньше, наверное, обращать внимание на то, что вам не нравится, на то, что вас не устраивает. И вот, понимаете, вы пишете, что у вас есть друг к другу чувство, что вы вместе живете три года. А то есть как бы вы сразу расставляете все точки над «и», что чувства у вас взаимны, что он вас любит, но вы не чувствуете нас семьей. Вы не чувствуете, вот вы бешенство, вы не чувствуете нас семьей, да? Он для них все делает, а для вас особо не старается. Почему? Потому что нельзя для всех быть хорошим. И у человека ограниченное количество средств. У него их не в избытке, к сожалению. И он вынужден вашим мужчинам расставлять приоритеты. И эти приоритеты пока не в вашу пользу. То есть не в пользу своей настоящей и вроде бы как будущей семьи. И вы знаете, ситуация, она на самом деле не изменится. Даже если он официально разведется за своей женой настоящей, ситуация официально не изменится до тех пор, пока вы сами ее не хотите менять. Как это сделать? Вот, смотрите. Вы не можете, не имеете, наверное, даже оснований, не имеете морального права на то, чтобы вы мужчине указывали, что делать. То есть вы не можете сказать, вот перестать ездить к ребенку, перестать там общаться с ним, перестать там строить дом и так далее. Этого, понятно, вы сделать не можете. Ну и не надо, в принципе. Это было бы неправильно. Но вы можете решать свои интересы. То есть вам хотите сказать, знаешь, вот я не чувствую от себя внимания. Знаешь, я не чувствую, что ты меня любишь. Знаешь, я не чувствую, что ты ждешь, например, ребенка этого. Знаешь, я не чувствую какую-то вот определенную стабильность, да. Главное, именно свои чувства, вот свои принимания до мужчины донести. И посмотреть, как он на них будет реагировать, на эти ваши высказывания. Если он действительно вас любит, как вы говорите, то он после нескольких повторений этого повторять обязательно. Нужно, скорее всего, придется, потому что мужчина, он слова ваши воспримет, скорее всего, недостаточно. Серьезно, нужно посмотреть это несколько раз. То есть, вот, чтобы мужчина понял, что вас это волнует. По-настоящему и с ними. И если у него, как вы говорите, есть к вам чувство, то он, ну, не оставит все, как есть. Он будет стремиться, он сделает вас счастливой. Он будет стремиться как-то что-то сделать для вас. Он будет менять мое поведение. Он будет как-то подстраивать свою стратегию жизненную так, чтобы вы не чувствовали себя обделенной вниманием. А если он этого делать не будет, то очень важно ему показать, что вы терпеть подобное поведение не будете сами. Дело в том, что сама суть ваших отношений, она такова, что вы начали встречаться, когда он был женат. И вот он до сих пор на баба все эти три года. И мужчина, вероятно, слишком уверен в том, что вы принадлежите ему. Хоть мужчина, вероятно, слишком расслабился по отношению к вам. Это проявляется и в том, что вы пишете, вот, например, что он не особо старается для вас и так далее. Он знает, что вот вы ждали, допустим, три года, да, пока он разведется. Например, чтобы он, ну, чтобы он вас с женой взял. Вы ждали три года. Значит, подойдете еще. И если за это время вы никуда не делитесь, то значит, вы никуда не денетесь и дальше. И вот от этого мужчину нужно отучать. То есть показывать ему, что вы будете заботиться о своем благополучии, о своем моральном комфорте, о своем здоровье, о своем счастье. Если мужчина не готов вам его давать, то вы будете сами что-то делать, чтобы его получить. В принципе, сначала нужно, там, вот, говорить что-то, да, то есть использовать диалог потом. Нужно от диалога постепенно переходить к действиям. Если ваши слова не будут услышаны, то есть поступками, поступками показанного человеку, что вы будете отстаивать свою точку зрения. Если вы увидите, что, ну, мужчина все равно не реагирует, то есть он ничего не меняет в своей жизни. Если мужчина никак не прикручивается к вам, никак не корректирует свое поведение, то тогда это значит, что чувства у мужчины к вам недостаточно сильные для того, чтобы строить отношения, ориентируясь на ваши желания. Потому что, да, в отношениях люди, они стремятся друг к другу делать счастливыми. И вот вы для мужчины что-то стараетесь сделать, это, в принципе, видно. А вот мужчины для вас, ну, так вот, знаете, незаметно с тобой что-то для вас делают. И это основная проблема. Проблема того, что мужчины не считают нынным для вас что-то делать. Почему так? Ну, это нужно искать ответ на этот вопрос с самого начала ваших отношений. Но это нужно исправлять. До тех пор, пока ваши отношения будут такими, основаны на таких вот поведенческих моделях, то хорошего в этих отношениях вы ничего не получите. Потому что, ну, мужчина будет вести себя так, как ему удобно, вы будете терпеть, и в итоге будет страдать, на самом-то деле, ваш ребенок. Если мужчина ничего вообще делать не будет в ответ на ваши слова и действия, то значит, вы ошибались. И чувств к вам у него нет. В таком случае вам нужно жить дальше, но уже без него. Конечно, есть и другой момент. Если вы, например, видите, что у человека есть четкая цель. То есть построить дом, обеспечить ребенку комфорт, развестись по своей жене и так далее. Зникает вопрос. А вот у мужчины слова и действия отличаются? То есть точно говорит мужчина, а то, что он говорит, соответствует тому, что он делает. Понимаете, если человек, вот он, например, говорит вам, что он будет заниматься жилищными вопросами, тогда, когда у вас родится ребенок. Ага, и вот там еще что-то говорит, будет делать, да, вот что угодно. Если вы замечаете, что слова и действия мужчины расходятся, то есть не образуют такую единую линию, то вот такому мужчине верить, конечно, нельзя нельзя. То есть вот вы говорите, что я ему не очень верю, я не чувствую его имена, семью и так далее. Это ваше сомнение. Сомнения, они в данном случае, конечно, ну, неотъемлемые атрибуки в вашей жизни, но если мужчина делает то, что он говорит и от своих слов не отходит, именно не отходит, то есть придерживается того, что он говорит и в делах, что тогда его поведение можно рассматривать как осознанное, как им выбранное, и в этом случае вам необходимо лишь только спросить себя так. А вот вы принимаете его таким, как он есть, ваш мужчина? Изменился ли он с того времени, как вы нашли встречаться или нет? Если он не изменился, и его слова не расходятся с действиями, то спросите себя, так, вот принимаете вы его, вас таким, как он есть, с его убеждениями, с его стремлениями вот этими, да, с его желаниями, с его вот этими вот точками зрения, зрения относительно своей, там, своего другого ребенка и так далее. Если понимаете, то поддерживайте его в том, что он делает, потому что выбора у вас другого нет. Мужчина таким был изначально, мужчина таким остался и так далее. Если для вас такое не подходит, а это, опять-таки, ваш выбор, то тогда нужно быть честным с собой, то есть вам с собой нужно быть честным и честно принаться, что, ну, не подходит вам вот такой образ жизни, такой расклад вас не устраивает, и это совершенно нормально. Но обязательно скажите об этом мужчине, скажите, что, ты знаешь, я очень уважаю то, что ты делаешь, я очень, как бы, ценю вот то, что ты делаешь, но мне это не нравится. Я не чувствую себя важным для тебя, ну и так далее. И акцентируйте внимание не на том, что мужчина должен что-то менять, акцентируйте внимание не на том, что он, там, виноват в том, что происходит, а говорите в большей степени о том, чего вы хотите для себя просто. То есть вы заявляете о своих желаниях, и это ваше полное право. И если мужчина к вам не равнодушен, то он обязательно к вам прислушивается. Но для начала стоит определить вот этот момент, то есть поменялся он или нет, расходятся его слова с действиями или нет. Если слова с действиями расходятся, то тогда, вообще говоря, на мужчину действительно нельзя положиться. А если у мужчины слова расходятся с действиями, то это ненадежный человек, и ему нельзя доверять. Если ваш мужчина какое-то время был одним человеком, по вашему мнению, а потом изменился и стал другим, по вашему мнению, то нужно разобрать именно обстоятельства и факт этого изменения, которое с ним произошло, чтобы понять его причину и возможные варианты реакции на него, на эти изменения. И тогда вам будет легче и проще понять, как себя вести, и понять, что же вас ждет в будущем с этим человеком. То есть, резюмируя все вы же сказали, нужно, чтобы вы сделали легче вещь. Во-первых, для себя определили, что вы лично хотите. Дали мужчине это понятие. Но в неагрессивной, в непринужденной, в свободной, в направленной на себя форме. То есть, вы говорите ему сразу, типа, не ты должен мне что-то, 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 а я хочу что-то, что-то, что-то. Чтобы человек понимал, что если вы не получите что-то от него, то вы получите от другого. Второе. Проанализируйте своего мужчину. Попробуйте определить, с какого момента вас перестало все устраивать. То есть, это длится уже не недавно. Это какое-то время происходит, и время происходит довольно долго. Так почему вы терпели, а потом перестали? Что изменилось? Изменилось ли что-то в вас? Изменилось ли что-то в нем? Вот это нужно подумать. Ну и наконец, самое главное, то, что ребенок, которого вы сейчас ждете, нуждается в спокойствии, в гармонии, в определенной стабильности эмоционального фона с вашей стороны. И поэтому вы, поскольку еще за своим мужчиной вы не расписались, вы не являетесь официальными мужем и женой, вы можете совершенно спокойно для ребенка выбрать такую модель поведения, как, например, сказать мужчине, что вам тяжело эту всю ситуацию переживать, и что вы чувствуете, что ребенку вретит вся эта ситуация. И для спокойствия вас, и для спокойствия малыша вы, наверное, подкапливаете где-то в другом месте, чтобы с этим не сталкиваться. Потому что вам тяжело. И вот это, наверное, будет ярким примером того, как вы можете поступать для себя, давая мужчине понять, что вас что-то не устраивает, и все. Кроме того, то, что вы чувствуете, может происходить еще и потому, что вы беременны. То есть, в силу того, что вы беременны, у вас перестраивается организм, меняется гормональный фон и прочее, вы можете более эмоционально реагировать на ситуацию. Вы попробуйте, может быть, вот описать, если будет желание со специалистом, которого вы, может быть, выберете для работы, попробуйте описать ситуацию в силу целиком, как она была и как она развивалась. И, может быть, в том, что происходит сейчас, нет ничего плохого и дурного, но просто вы, в силу того, что беременны, вы сейчас придаете слишком много значения самым, что раньше вас особо не волновало. И отсюда эта проблема. В таком случае вам необходимо подобрать, может быть, или условия жизни немножко другие, раз вы стали более эмоционально уязвимым человеком, либо, может быть, посоветоваться с врачом, может быть, какие-то легкие успокоительные, природного типа потреблять, чтобы не волноваться понапрасну, чтобы именно на пустом месте не изводить себя и своего ребенка. может быть, это вам также со стороны поможет. Но для этого необходимо всю ситуацию увидеть в целом, чтобы донести до вас, например, изменилось ли что-то в худшую сторону по отношению к вам со стороны вашего мужчины или нет. Кажется вам, что есть какие-то основания для того, чтобы тревожиться или нет? На этом, я думаю, все. Если у вас остались какие-то вопросы, обращайтесь в личку помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго, удачи, и все-таки подумайте о том, чтобы выбрать эксперта для того, чтобы вместе с ним оценить в полной мере то, что в вашей жизни сейчас происходит, для того, чтобы принять наиболее верхнее решение. И каким бы это решение ни было, вам его следует придерживаться, не сомневаться в его правильности. Только тогда эта ситуация может быть разрешена. До свидания.